добрый день глубоко уважаемые коллеги участники и слушатели нашей онлайн-трансляции расскажу вам об очень интересной теме действительно она актуальна и в своей практике мы достаточно часто сталкиваемся с этими опухолями существует несколько классификаций этих неоплазий в зависимости от классификационного критерия есть классификация 1963 года по эмбриогенезу по которой эти неоплазии делятся на три группы в зависимости от того участка эмбриональной кишки из которой они берут начало и мы видим что нейроэндокрин и неоплазии могут формироваться на всем протяжении желудочно-кишечного тракта также в бронхах тимусе и также в больших пищеварительных железах по сути это классификация по локализации и она нам еще пригодится чуть позже для нас конечно опорой является гистологическая классификация которая была в прошлом году пересмотрена всемирной организации здравоохранения и этот раздел претерпел определенные изменения глобально нейроэндокринные неоплазии делятся на две большие группы на высоко дифференцированные неоплазии которым относятся нейроэндокринные опухоли которые в свою очередь имеют три степени злокачественности и на низкодифференцированные которым относятся нейроэндокринные карциномы которые в свою очередь делятся на мелкоклеточные и крупноклеточные в новом издании классификацию опухоли жкт всемирной организации здравоохранения есть очень удобная таблица сводная по которой как раз мы можем классифицировать и градировать нейроэндокринные неоплазии обозначенные основные критерии это количество метозов на 2 квадратных миллиметра опухоли или на 10 полей зрения большого увеличения микроскопа при условии что диаметр поля зрения составляет 0 5 миллиметра если ваш микроскоп имеет какой-то другой диаметр поля зрения то имеет смысл пересчитать какое количество полей зрения вы должны оценить чтобы покрыть 2 квадратных миллиметра опухоли еще один пункт который имеет значение в градировании это индекс пролиферативной активности ки 67 и обратите внимание на те критерии которые обозначены для нейроэндокринной опухоли g3 и для нейроэндокринных карцином значение методической активности индекса ки 67 для этих неоплазий одинаковые но все же для нейроэндокринных карцином характерно наличие более 50 метозов на 2 квадратных миллиметра опухоли и индекс ки 67 составляет как правило более 60 70 процентов очень важным нюансом является то что эти показатели мы оцениваем в ход споте то есть в горячей точке для этого конечно нужно оценить весь объем опухоли и если перед нами стоит диагностическая задача от дифференцировать нет g3 и нейроэндокринные карциномы помимо показателей методов методов и ки 67 на помощь приходит морфология у нейроэндокринных неоплазий есть различные паттерны гнездные торбикулярные псевдогландулярные они могут формировать более солидные поля лентоподобные структуры они могут комбинировать в себе все перечисленные паттерны но все же у нейроэндокринных опухолей структура архитектоника более правильная клетки более ровные более унифицированной формы для нейроэндокринных карцином характерно большая солидизация цитологическая типе у них выше кроме того для них характерно наличие некроза почему вообще очень важным является вот этот диагностический момент разделить нейроэндокринную опухоль g3 и нейроэндокринную карциному и это может иметь решающее значение для пациента если в плане клиническом то во первых нейроэндокринные опухоли g3 они могут протекать вообще бессимптомно они могут быть случайной находкой иметь индолентное клиническое течение можно заподозрить эту опухоль если она является функционирующей и тогда по клинической симптоматике по уровню специфических гормонов в крови можно эту опухоль заподозрить нейроэндокринные карциномы обладают более агрессивным течением сопутствуют им абдоминальные боли потери веса панкреатит диабет и так далее но самый важный момент что во-первых эти опухоли по-разному лечатся то есть нейроэндокринные опухоли лечатся аналогами извините сама тостатина при том как при нейроэндокринной карциноме рекомендована химиотерапия и кроме того имеет значение показатели прогноза у нейроэндокринных опухоли g3 он все-таки чуть лучше пятилетняя выживаемость при них составляет 29 процентов против 16 процентов при нейроэндокринной карциноме еще есть один очень интересный гистотип смешанные опухоли в предыдущем издании классификации они скрывались под аббревиатурой манек что расшифровывается как смешанная адена нейроэндокринная карцинома и самого определения следует что те компоненты которые составляют эту смешанную опухоль оба должны являться карциномами в обновленной версии используется аббревиатура минен что расшифровывается как смешанная нейроэндокринная не нейроэндокринная неоплазия термин этот более широкий более всеобъемлющий так как вариантов сочетания различных компонентов великое множество вот они представлены на таблице на голубом фоне нейроэндокринные опухоли и нейроэндокринные карциномы могут сочетаться с аденокарциномами и с плоскоклеточными раками если мы говорим о опухоли пищевода или анального канала также могут сочетаться с гепатоцеллюлярным раком и холангиокарциномы если локализуется первичная опухоль в печени очень важные есть нюансы при диагностике этих опухолей во-первых опухоль считается смешанной если по морфологии и по ему на фенотипу мы видим два различных паттерна и каждый из этих паттернов занимает не менее 30 процентов опухоли при репортинге каждый компонент должен быть градирован в соответствии с актуальной классификации следующая классификация неоплазий это касается в большей степени поджелудочной железы по функциональной активности более 60 процентов этих опухолей является не функционирующими но остальной процент это функционирующий и по продукции специфических гормонов опухоли имеют свое название все эти опухоли можно отличить при помощи маркеров иммуногистохимических и вот мы плавно переходим к иммуногистохимическому исследованию базисом конечно же для нас является морфология и вот эти важные опорные пункты в виде методической активности индексы 67 но тем не менее мы должны при помощи иммуногистохимического исследования подтвердить диагноз панель стандартную вы видите на экране а кроме того для определения чувствительности опухоли поджелудочной железы канала гомсоматостатина для последующего лечения этими препаратами используются еще маркеры для выявления экспрессии рецепторов если мы имеем дело с метастатическим поражением из невыявленного первичного очага то мы можем при помощи иммуногистохимического исследования локализовать первичную опухоль хотя бы по третям желудочно-кишечного тракта чтобы хоть как-то сориентировать клиницистов где искать первичную опухоль кроме того в дифференциально-диагностической панели рекомендуется использовать маркер ттф1 для исключения метастаза нейроэндокринного нейроэндокрин и неоплазии легкого покажу вам пару примеров это нейроэндокринная опухоль g1 толстой кишки обратите внимание на паттерны которые мы можем видеть в этой опухоли и гнезда и более солидные структуры тробекулы псевдогландулярные структуры при иммуногистохимическом исследовании мы видим позитивный синаптофизин и хромогранин и по индексу ки 67 который в данном случае составляет один процент мы делаем вывод что это нейроэндокринная опухоль g1 и еще один пример из собственной практики смешанная нейроэндокринная не нейроэндокринная неоплазия обратите внимание что верхней части опухоли она образована достаточно хорошо сформированными железо подобными структурами в нижней части опухоли она более солидная можно даже сказать что местами диффузная образуют некие тробекулы гнезда при иммуногистохимическом исследовании именно этот компонент который находится в нижней части опухоли демонстрирует позитивную экспрессию синаптофизином ки 67 составляет в нем до 40 процентов и заключение в данном случае сформулировано следующим образом смешанная нейроэндокринная не нейроэндокринная опухоль желудка представлены аденокарциномы логрейт вот как раз речь о том что мы каждый компонент должны градировать в соответствии с актуальной классификации и представлен нейроэндокринной опухолью g3 как раз эту степень злокачественности мы ставим по количеству по индексу ки 67 так как в данном случае мы работали с материалом полученным от диссекции в подслизистом слое нюанс такой немножко ответвиться надо обязательно указываем глубину инвазии в подслизистый слой в микронах и обязательно указываем расстояние до вертикального и латерального краев резекции у смешанных вот этих опухолей имеется отдельный свой icd о код и в качестве резюме повторим скажем так что морфология является нашим базисом нашей опорной такой точкой включая конечно же подсчет методов в горячей области ему на гистохимическим исследованием мы подтверждаем диагноз и и ищем источник если работаем именно сталкиваемся с материалом метастатическим и очень еще важный момент что при сравнении биоптата и операционного материала возможно повышение степени злокачественности нейроэндокринной опухоли по причине во первых малого объема биоптата куда могла не попасть горячая точка и кроме того возможно истинное прогрессирование опухоли то есть повышение грейда опухоли нейроэндокринные опухоли g1 и g2 могут прогрессировать до g3 и даже до нейроэндокринные карциномы благодарю за внимание